у нас тут самолет давай давай посмотри туда посмотри туда посмотри на право посмотри налево где правая ручка ну скажи где правая ручка покажи мы тебя я тебе домик построю скажи мне правая ручка торгуется торгуется правая а левая где молодец право-лево значит можно быть водителем дадим водитель давай держи вот это держи теперь дема водитель самолет давай не водителя давай давай справа ух ты как уйдем а пилот ничего себе целый боинг уйдем целый боинг а маму можно пустишь маму самолет почему полетели с мамой на боли на боли хочу на боли возьмите на боли и ты на боли да понятно дема любит что дема любит расскажи что корову а у кого а у кого рот грязный кто ел чернослив кохрюшка дема да да дема скажи торт торт скажи домой скажи чуть-чуть скажи пусто скажи снег что 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 а ну покажи как птичка летает покажи как птичка летает карабас барабас вы бы карабас барабас барабас мой поплюж так вот мы правда вчера когда нельзя на улице болеем на улице морозе А теперь строим лифт Ой, маму закидал Обломками самолета Сейчас вы увидите, как мы строим лифт А расскажи, наша Таня громко плачет Наша Таня громко плачет Уронила в речку мячик Тише, Танечка, не плачь Не утонет в речке мяч Ой, вот у нас тут есть целая книга Разных сказок Да? Ой, ой Ой, что он тонет, да? Бабочка А где бабочка? Покажи бабочку Бабочка А где лошадки? Лошадки А как лошадки делают? Правильно Лечь А тут кто у нас? Емеля, да? Да Скажи, Емеля Вот лентяй Он говорит или окончание, или начание Корова Буква Я Буква Я Всем известна буква Я В азбуке последняя Я, да? Да А известно ли кому? От чего и почему? Неизвестно, неизвестно Ну, чего ты, Дёх? Это Тучка Скажи Тучка Тучка, Тучка, Тучка А это моя любимая сказка Муха-цикатуха Позолоченная брюхо Да? По полюшу? Да, Дёх Что ты там нашла? Ой, Вава Монетку она нашла Вава, пойдём ротик помоем Он у тебя грязный Пойдём? Нет Ну почему неч? Мне тут нравится, как он говорит нет Неч Дёх, скажи нет Нет Ну, он тут уже взрослый, я так сказал По-взрослым Нет Дёх, а теперь ты хочешь зайти в лифт? Да А рот ты не хочешь помыть, дорогой? Нет Нет Так Мне нравится наша ёлочка в этом году Надо её включить, наверное Она тогда вообще красивая Сейчас, Дёх, подожди, подожди Дёх, заходи в лифт Вот выдумщики Так Заходишь и встаёшь Давай Не, вставай, вставай Нужно же встать Вставай и заходи Вставай и заходи Не, встань, Дёх Встань Заходи в лифт Заходи в лифт Так Ой, да Лифт закрывается Едем наверх Приехали Ещё наверх поедешь На какой этаж это вы едете? На 18 По-моему, лифт разваливается Да, надо будет тянуть прочно Дёма, помогает 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 Умница Хозяюшка Давай, ложись сюда Ложи Помощник мамин Хозяюшка Хозяюшка мамина Помогает Разбирает пакетики Ой Да, ой Ой, ой Как тяжело Умница И чек И чек Нет, туда нельзя Ха-ха-ха Жесть Тихо, тихо Чтоб он не обжёгся Вот умница Давай, это Неч Да Неч Сам, сам Да, Неч Не помогайте Он сам Да, ну, ладно Ну, да Класс, мне нравится Это как енот полоску Который тапочки в тазике Вот так вот полоскает Все, все, все Вытруйте все Молодец, папа все купил А Дёма все разложил Умница, Дёма Умница Аника молодец Ты нас мотровела Да Наблюдала Вон мои гуляют Ну, как гуляют Мы вышли С поликлиники Мама 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 Этих, маме Мама Иди сюда Мама Мама Как самолет летает Покажи моё видео. Идем, покажи, как самолет летает. Так летает. Покажи, как самолет летает. Вот так летает, ух ты! Частный, потому что сегодня суббота, и Демка ночью, то есть пятницу, с пятницы на субботу не спал, плакал и жаловался на уши, но температуры не было, соответственно, как бы, ну, нет воспалительного процесса. Она на уши жалуется, может быть, это, конечно, зубы, но мы начали переживать, и вот приехали на консультацию к Лору. Сейчас врач сказал о том, что есть серная масса, которую надо разжижать, может быть, может быть, как вариант, она давит на ушки, на барабанную перепонку. А я на зад саду с малым. Вот, может быть, она давит на ушки, именно на барабанную перепонку, и даёт дискомфорт. Сейчас прописали нам один препарат для ушек, который будет разжижать, и можно будет эту серную массу, и как бы с краешку она будет вытекать, её надо будет вытирать. И носик ещё проверила, говорит, ещё чуть-чуть есть отёк, и прописала там одни капли с таким серебром, которые будут тоже снимать отёк. Вот. Ну, в общем, я так нервничала ночью, я начитала всего. Вообще, в интернете, если залезть и почитать, почему у ребёнка болят уши, то это вообще капец, лучше не читать и лучше не лезть. Поэтому приехали в поликлинику, проверили, будем, ну, буду действовать, как сказал врач, и посмотрим на результат. Надеюсь, что ночью будет хорошо спать. Всё, мы уже едем домой, и надо будет заехать в аптеку. Нет, домой, нет, домой. Он полюбил кафешки, потому что в кафешках есть игровые комнаты, и ему нравится, как бы, естественно, есть в кафе и играть в кафе. И теперь постоянно он просит биби, ам-ам, биби, ам-ам, чтобы мы поехали и отвезли его в кафе. Вот, но сегодня, сейчас мы вернёмся домой, накормлю его, он поспит, я сниму видео, распаковку подарка от своей феи. Вот, и потом мы поедем, хотим поехать в магазин, скоро Новый год, купить кое-какие, ну, такие, знаете, как, где подарочки, где необходимые вещи для Нового года. Малому пообещали самолётик, и хочу посмотреть стол, стол и стул, потому что у него сейчас такая ситуация, он не хочет уже кушать за столом, как он называется. Как этот столик называется, Дим, который у нас стоит, ну, он не обеденный, он как-то по-другому называется. Какой готовый стол? У нас стол, вот этот вот, для кормления, чиковский, он там уже сидеть не хочет, он хочет, типа, как папа, у него всё как папа, обувь как папа, всё как у папы. Поэтому он хочет сидеть уже за столом, за своим. Он сейчас-то сидит на маленьком стульчике и на табуретке, то есть табуретка у нас идёт как столик, но это как-то не камильфо, поэтому хотим купить ему не только для обеда, но и для рисования, и вообще для, ну, как это надо. И я смотрела, что девочки советовали, говорят, что есть в Ашане, но мне, конечно, больше нравятся и киевские, киевские, конечно, дороже, плюс надо его заказывать и ждать, вот, ну, не знаю, в общем, поедем глянем в Ашан, посмотрим, какое там качество, если что, может быть, закажу в Акее. В общем, такие у нас планы, так что оставайтесь с нами, в Ашане включим. Хозяин Ашана, да, пошёл, мы купили стол, стул и опять стол и стул, один купили пластиковый, красный, для первого этажа, чтобы он кушал, ну, обедал уже, и один на второй этаж, чтобы он лепил, рисовал, он деревянный. Я уже дома смотрит, может, я вам покажу, сейчас будем покупать продукты. Всё, Дёма катает игрушки, да, Дёма. Папа хочет купить Дёме тут самолёт, вертолёт и что? Ну и всё, стоит он 329 гривен. Я папе говорю, ух ты, скорая, он обожает скорой, всё, что связано с бию-вию, пил-вию. Папя, дай, отнеси папе, у нас папа руководит процессом автомобилей. Папа, лови, малова. Говорю, цена этой игрушки такая же, как у столика. Парадокс, да? Я, кстати, дома уже вам расскажу, что почём. И мы были в Ашане в другом, там не было столика. А вот именно на Петровке мы сейчас, тут и есть столик, потому что это большой Ашан. Так что не во всех Ашанах можно ещё и найти. Сейчас выбираем, идёмте пообещали самолёт. Папа говорит, что авиацию в Ашане не уважают, потому что нету самолёта. Да, Дёма? Да. Паша, ого, смотрите, сколько там мастеров. Учитывая. 325. Нику зовёт. Ты Нику зовёшь? Как и Доник, Левовый. Сама как доигралась. Тебе так интересно, как идёт. Да. Да. А вот и Доник, Димаш. А вот и Ника. Я не могу тебя найти, Дёмушка. Ку-ку. Дёма. Ку-ку. Дёма. Ку-ку. Всё, спрятался, Дёма. Дёма спрятался. Да. Смотрите. Ника нашла себе сумочку такую. И завтра день рождения, она идёт на день рождения к подружке и купила вот такую вот подружке сумочку. Прикольная такая. Цена 250 гривен и мы находимся в магазине Outlet. Смотрите, что я ещё нашла. Здесь есть инчайден, такие как под кожу брюки, вот такие вот свитшоты мне понравились и кожаный сарафан. Вот. Ну такой мягенький-мягенький такой же. Очень прикольные. Тут шорты ещё есть. Опять шорты и куртка. Такая типа косуха тоже. Короче, девочки, сдаю место. Тут очень много прикольных вещей. Это на Петровке в Ашане магазин Outlet. Ну что, как обещала, показываю. Вот мы купили стульчик, столик красного цвета, потому что там были цвета такой голубенький. Ну, в общем, как-то не очень. Тот самый яркий, самый прикольный. Вот. Купили шары для ёлки, дёмки-машинку. Потом ещё купили столик со стульчиком уже на второй этаж. Ну, всё, что я вам рассказывала. Но я обещала, что я дома вам скажу по ценам. Сейчас я найду, 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 где мы это покупали. Дима, пробивали их когда? Ну, в конце или в начале? Что? Да. 399. А, вот. Дитячий набор Маус. 399. Это который деревянный. Он идёт в наборе, да, он как парта. Я покажу вам дальше. Ну, попозже уже, может быть, дальше во влогах. Может, в этом влоге, когда его муж соберёт. И отдельно, отдельно мы покупали стол вот этот вот и стул. То есть можно купить их вместе, а можно отдельно. Вот мы купили. Получается, столик, стул, я помню, что он стоил 159. А стол 200... Ты не помнишь, Дим? Не-не-не-не, по-другому. Он стоил... 220, да. Ну, 200 с чем-то стоил. Или 249. Что-то такое. В общем, не хватало одной гривны до круглой. Не помню. А ну, глянь. Вот. Потом ещё хотела вам показать. То есть мы купили продукты. И кто балуется? Я иногда, так как у меня нету духовки, то иногда хочется печёного. Я покупаю вот такой вот медовик. А, да? Папа правильно сказал. Вот. 229. Стол, детячий, кольоровый, пластмассовый. И стульчик 159. Ну, вот. То есть, в принципе, цена очень приятная. Как для такого наборчика. Так что, если вдруг вам надо, то имейте в виду, что в Ашане такое есть. 115 стоила вот эта вот машинка. Вот. Дёмка с ней уже чуть поигрался. И мы его спать уже положили. Так, ладно. По поводу пирога. Так как нет духовки, то я люблю сладкое. Вся моя семья любит. Поэтому я покупаю вот эти вот коржи и хорошо их пропитываю. Тут главное медовик. Может быть, не медовиком совсем. Потому что можно со сгущенкой, можно вообще йогуртовый сделать. Тут главное коржи. Поэтому я в интернете нахожу разные такие рецепты и делаю тортики. Так что тоже, я не знаю, кто балуется медовиками вот такими. Ну, кто сам не готовит коржи, кто покупает. Так, что ещё хотела вам показать. Я уже говорила в своих влогах, что Деме я покупаю вот такие вот, ну, некие Деме. Вот такие вот творожки в рожке. Он считает, что это мороженое. И таким образом я его, можно сказать, обманываю. Ну, как, доброй волей. Что ещё, что ещё? Что-то я хотела ещё показать. Что-то было важное. Вот что муж купил. Мы ещё ни разу не пробовали, но я такие вещи тоже люблю. То есть, уже готовый кролик. Видите? Он, наверное, уже фаршированный или нет? Мясо кролика, фермерский продукт. Не, он не фаршированный, по-моему. Но, по крайней мере, я обычно, если я так делаю, то я фарширую. Очень удобно, знаете, чем? Я такие вещи готовлю в мультиварке. И, получается, уже готовые вот такие вот бочоночки можно положить в мультиварку, залить с каким-то определённым соусом. Можно даже винным соусом, если, например, ну, Демка есть не будет. Или сметанным, да. То будет очень, короче, вкусно. Так что, не знаю, очень хорошая, мне кажется, идея, как для праздников, чтобы тоже не заморачиваться. Когда хозяйки там наготавливают кучу-кучу всего, а тут уже вроде бы как бы готовое мясо закинул в мультиварочку или в духовочку и готово. Очень классно. Купили кофе, потому что я кофеман и, походу, я посадила, в общем, папу тоже на кофе. Каждый раз берём разное, потому что тот магазин, где мы покупали раньше, я очень любила тирамису, его закрыли. И я теперь в поисках своего, наверное, прям своего любимого кофе, наверное, наподобие, чтобы по вкусу был как с мака. Я люблю кофе с мака. Ну, вот купили такое. Нам сказали, что оно такое сладковатое и очень лёгкое. Потому что я не люблю крепкое, я люблю такую арабику не кислую. Буду тоже пробовать. Не знаю. Девочки, посоветуйте мне кофе. Прям где брать, какие вообще, кто разбирается в кофе. Я знаю, что среди вас есть и доктора, и эксперты вообще в разных, как говорят на украинском языке, галузях. В общем, вы разных профессий, поэтому, ну, кто там с кофе связан? Подскажите, какой кофе брать, если я не люблю сильно крепкий. Ну, то есть, я имею в виду, не люблю кислый. Такой люблю, как в маке. Люблю кофе, как в маке. Вот. Ну, в принципе, всё. А так уже купили такие продукты. И сейчас уже, наверное, разберу пакет и буду отдыхать. Я очень устала. А завтра будем деломку уже кормить. Зановим столько. Круто. Я прям рада-рада. Как сама. Как будто мне столик купили. Так что теперь я буду делать, так же. Реально. Ура. Продолжение следует...